Главное, по сути, сравнялось количество нетрудоспособных с трудоспособными, официально трудоустроенными. И действительно, у нас половина экономики находится в тени. В прошлом году дыра в бюджете пенсионного фонда, дефицит пенсионного фонда был 150 миллиардов. Все это датируется из бюджета. А поэтому, элементарно, человек, знакомый с лазами экономики, скажет, что мы семимильными шагами движемся в сторону конфуцианского постулата. А в Китае, например, не платят пенсии. Там только госчиновники, чиновники КПК, военнослужащие, полицейские получают пенсии. Ну, мы движемся туда же. Дети должны содержать своих родителей. Нынешней экономической модели пенсии не будет. Ну, тогда это уже на разе можно украинским гражданам, которые планируют выйти на пенсию, открыто говорить, что, в принципе, на пенсию... Да, на государство можно не рассчитывать. Вот в нынешних условиях, даже, собственно, если, ну, бюджет, допустим, если вы работаете в бюджетной сфере, вы там военнослужащие, да, будет какая-то пенсия, но все равно она будет смехотворным. А чему зараз социальные гарантии, стандарты колишним військовослужбовцям зараз підвищуют? И кількість цих службовців, она тоже зростаёт, у нас это же не закінчивается. И чем платить? Это популяризм. А, собственно, как реагирует экономика? Ну, минус три миллиона выехавших на заработки только за последние три года. Продолжение следует...